привет ребята сегодня у нас серия о гелендвагене г-55 компрессор который мы переделаем 6 на 6 напомню машина 2007 года будет строиться на портальных мостах volvo c304 чтобы все три моста блокировались все три ведущих и все три портальных значит мы установим морду 2021 года и тюнинг brabus значит прошлой серии мы показали вам как мы его разрезали в этой серии я хочу вам весь процесс от начала до конца очень быстро очень кратко показать и конечно уже законченный вариант в этой серии пацаны значит начнем из того что будем снимать заводские мосты и устанавливать наши портальные мосты значит для наших портальных мостов все крепления были изготовлены мосты были выставлены крепление варены и мы сейчас их снимем и завезем на пескоструи на порошковую покраску а так как я ранее вам говорил что мы продаем комплекты для самостоятельных построек 6 на 6 у себя дома скажем так и у нас был такой комплект для этого гелендваген мы сейчас просто берем раму которая настояла для продажи уже от пескоструй на и даже вскрыта грунтом просто ее представляем по нашим меткам и в варим значит наша задняя часть рам все эти рамы делаются уже полностью по отработанной схеме то есть ошибок никаких не может быть мы просто представили по нашим меткам сделали закладные полностью обварили зачистили от начала до конца всю раму так было пожелание клиента чтобы освежить полностью всю раму вскрываем эпоксидным грунтом с добавлением цинка даем подсыхать наносим еще один грунт на сварочные швы и полностью вскрываем раптором опять же это было пожелание клиента и будет рама просто как новая ну а пока наша рама подсыхает мы займемся салоном наше тех задание нам нужно заводское сидение отодвинуть максимально назад это сантиметров так 20 после этого конечно же мы получаем кучу проблем нам нужно выровнять заднюю часть пола и добавить коврелина то есть половину коврелина передней части мы оставляем и половину задней части мы стелим новый потом сиденья эти все нужно перешить под стиль brabus дверные карты сделать вставки стиль brabus соответственно чтобы они были похожи вместе с сиденьями пошив и конечно же сделать ламинацию карбоном всех пластиковых деталей салона но сейчас мы займемся именно с того что сдвинем сиденье выровняем пол заклеим сразу коврелин новый положим и заднюю стенку которую нам нужно было с нуля изготовить тоже обошьем полностью кожей ребят мы получили мы наши коврики на гелик 6 на 6 вы знаете что мы отодвигали сиденья соответственно коврик туда никакой не подойдет конечно мы к обратились к нашим друзьям ткачев от баткин фирмы они нам постоянно шьют на все автомобили коврики не знаю с какого материала но стойки наш гелик 6 на 6 допустим желтый два года мы на нем подкатались а такие же ковры лежали вообще без никаких проблем на любые автомобили не шьют так что знайте ссылочку на них я оставлю в описании все класс пацаны а позже я вам покажу как они в салоне смотрятся наши мосты с дня на день приедут с порошковой покраски но есть некоторые детали которые мы у себя в боксе красим то есть они не годны для того чтобы их разогревать и и наносить на них порошок значит мы сейчас мотаем вскрываем эпоксидным грунтом как обычно красим черной полиуретановой краской и сразу начинаем замену сальников дефектовка тех самых мостов и Продолжение следует... 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 так далее все это конечно же подровняется но самое важное для нас это задняя часть кузова конечно он выровняется идеально чтобы просто был как струночка значит кто-то подумает сразу что там куча шпаклевки в кадрах вы увидите что но все полностью шпаклевка затягивается но я вас уверяю что максимальный слой там шпаклевки после того как стрелец он это максимум пол спички там ну 2 миллиметра это это самый большой максим из-за этого без такой технологии но никак сделать идеально ровный кузов я думаю что вы все видели какие кузова у нас выезжают после покраски они просто что струна я этим допустим горжусь и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо, что это делается все до покраски Ну вот и закончили мы все черновые работы Теперь мы можем смело приступить к покраске всего автомобиля Значит он будет краситься в два этапа Задняя часть кузова отдельно будет краситься вместе с дверькой И второй этап это вся кабина вместе с проемами Цвет будет такой же как и был Ну вот и прошел первый этап нашей покраски Если смотрят это видео маляра Они подтвердят, что это очень сложный цвет для покраски А именно больших плоскостей Можно как бы запороть Но все хорошо и сейчас мы приступаем к покраске всей кабины Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, ребята, покраска прошла успешно Никаких проблем Сейчас мы можем смело собирать весь автомобиль Но у нас еще есть третий этап покраски Это бампера, всякие пластмасски, зеркала и так далее Значит мы наносим для начала пластификатор На все пластмассовые детали Потом грунт по пластмассе Все это матуем и тоже красим Ну вот, наши бампера мы забрали покрашенные уже с камеры Тем временем мы покрасили задний кузов внутри Raptor Чтобы полностью уже собирать автомобиль Продолжение следует... Значит нашему клиенту нравится стиль Brabus И мы будем устанавливать губу на передний бампер с ледами Brabus Потом накладку на капот Большую в карбоновом исполнении И козырек над лобовым стеклом Тоже стиль Brabus То есть не такой козырек, как у оригинала Должен стоять у 6х6 Но это будет что-то новенькое Тоже в карбоновом исполнении от нашей фирмы Ну и шнаркеля я вам ранее уже говорил, что тоже будет стиль Brabus Ну а сейчас, ребята, мы займемся расширителями Rx Carbon Будем устанавливать их на автомобиль и делать подгонку Почему подгонку? Объясню Потому что эти арки, они рассчитаны под G63 бампера Ну до рестайлинг, скажем так, старый кузов А у нас все-таки стоят другие бампера, другие крылья Соответственно требуется подгонка Это тоже непростая работа, ведь можно запороть большую арку И просто ее выбросить, если перепилять больше, чем нужно Ну и после того, как мы закончили процесс подгонки наших расширителей Мы можем закончить теперь полный процесс лакировки тех самых Rx То есть мы их перемотаем под колодочку, выровняем, скажем так И еще раз вскроем последним слоем лака Все ближе и ближе мы к финишу Значит займемся сейчас салоном Начнем установку дверных карт Они тоже доработанные нами Сейчас вы все увидите Ну вот мы установили дверные карты На мой взгляд они просто прекрасные А вы обязательно напишите в комментариях, нравится вам или нет Значит мы доходим до салона Значит перед тем, как установить наше сидение Тоже перешитое Мы хотим сделать полную химчистку И сейчас мы этим займемся ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот мы сделали химчистку салона Значит весь пластик и кожу Мы накерли кондиционером специальным Для того, чтобы оно выглядело прям вообще как новое И сейчас мы можем смело устанавливать сидение в салон ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сидение на своих местах Салон в принципе полностью в сборе Очищенный Здесь пахнет очень хорошо Все блестит, все сияет Вы обязательно напишите в комментариях Нравится вам такой пошив сидений или нет Мне очень интересно ваше мнение Шильдики Брабус сразу установили Это пожелание было клиента В дверных картах Тоже шильдики Брабус И дополнит наш салон Уже везде со всеми надписями Брабус Это конечно же порожки Они будут черный мат С надписью Брабус 6х6 Шильдик Брабус И там будет даже вин-код этого автомобиля забитый Давайте их установим ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закончили мы наш салон Значит передние и задние сидения у нас полностью заводские от гелик Единственное, что мы их перешили Но заднюю сидушку мы максимально двинули назад И в принципе мне очень нравится Я всегда думал, что задняя сидушка здесь Какое-то бревно, как две доски Но на самом деле в этой компоновке Достаточно неплохо смотрится Сдвинули назад их Немножечко провернули Совсем чуть-чуть Чтобы удобнее было сидеть Сзади пространство тоже немножечко оставили Там все-таки блоки за сидением Различные релюшки Заводские те, которые ранее здесь были Хотя они были в багажнике В общем, напишите в комментах, как вам задняя сидушка Нравится или нет А в последней серии Мы вам, ну, прям все детально покажем Сделаем тест-драйв и так далее Значит, что у нас дальше? Наши расширители с карбона Мы вскрыли их уже последним стоим лака Пока он подсыхает Для того, чтобы отполировать Мы хотим покрасить внутреннюю часть Для того, чтобы было все как по заводу Это будет Raptor Ну, в оригинале, в принципе, все то же самое Я уже вам сто раз показывал И сравнение Я даже снял для вас сравнительное видео Оригинальные гелики и наши То есть, чтобы вы посмотрели Как у оригинала рама Как у оригинала, там, эта дуга Там, задняя часть кузова Внутренняя часть Ну, короче Если кому нужно Я ссылку на это видео оставлю в описании Чтобы вы еще раз посмотрели его Ну вот, и пришло время Выехать на этом автомобиле И сделать маленький тест-драйв Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, ребята, и закончился наш первый выезд Значит, мини-испытание Что наши показали В принципе, больших проблем я не вижу Где-то что-то щелкает Да, конечно же, это нужно перетянуть Потому что везде новая краска Она должна подусесть И мы еще раз выйдем нормально По плохим дорогам Попрыгаем так от души Хорошенько попрыгиваем Заедем на яму Абсолютно все перетянем Еще раз тормоза прокачаем Потому что, ну, действительно Сейчас они такие не очень Задние колеса поздно схватывают Но это не проблема Это все прокачка И притирками колодок К новым тормозным дискам И все будет очень прекрасно Рулежка, в принципе, неплохая Но, конечно же, нам еще нужно сделать схожение Все это мы сделаем Показывать вам этого не будем И у нас будет последняя серия Полный тест-драйв Скорость, замеры Самые интересные замеры Потому что вы помните, что я его замерял до переделки И сейчас мы уже на других мостах С большими колесами С весом огромным Полноценным 6х6 Еще сделаем замер И посмотрим Минус или плюс у нас по времени В общем, все это будет в следующей серии Она будет насыщенной Интересной, я думаю Ну, на этом все Я вам еще пару кадров вставлю в салон Вы посмотрите Посмотрите заднее сидение Как заводское сидение от Гелика Мы его сместили назад Какие коврики мы пошили От наших друзей Ткач Вент Баткин Я ссылочку на них тоже Оставлю в описании Обращайтесь Ребята знают свое дело В общем, пока, ребята Жду ваших комментариев Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok